На 1700 гривен могут оштрафовать за букет ландышей, но продавцов это не пугает. Наоборот, их больше ежедневно. В рейд вместе с экологами отправилась Александра Сигал. На обочинах и автобусных остановках срезанные ландыши можно увидеть через каждые два метра. Продавщица Тамара заявляет своими действиями, помогает природе. По закону ландыши срывать нельзя. За это предусмотрен штраф до 1700 гривен. Эта женщина уверена, ее не накажут. Элементарно пальцем подошли, квиточку вытянули, листок с коренем остався. Эколог Александр Соколенко говорит, такие растения все равно погибнут. Приглашаем эколога в рейд. Продавцы сразу разбегаются. Эта женщина с полными сумками цветов убежать не успела. Работник природоохранных органов пытается конфисковать товар. Продавец не отдает. Скажите, зачем вы? Входите до меня. Скажите, зачем вы? О том, что ландыши продавать нельзя, вообще не знает. Я на камере говорю, где написано. Чем больше ландышей будет, тем они ландыши будут. Женщина убегает, платить штраф отказывается. Иди, я пойду на подмашину. Жительница Германии Наталья шокирована. Ей непривычно видеть ландыши в продаже. Мы иностранцы, поэтому к покупке ландышей относимся очень отрицательно. Ландыши кругом в Европе запрещены к продаже. Нет, этого нельзя делать. Эколог Александр Соколенко предупреждает, если ландыш срывать в таких количествах лет через 50, он вообще исчезнет. Александра Сегал, Виктор Белогорцев. Специально для телеканала Донбасс.